Друзья, всем привет! С вами снова интернет-магазин Antilife.com.ua Хочу записать для вас распаковку модели LG Google Nexus 5 Модель мы заказали у наших поставщиков в одном экземпляре для того, чтобы снять для вас ознакомительный обзор, распаковку сделать выводы о том, стоит ли покупать эту модель и интересна ли она вообще Давайте все по порядку. Поставляется модель вот в такой вот коробке Написано здесь, что сделана в Корее эта модель Есть вот имей, есть сертификаты и тому подобное Далее открывается вот эта вот коробка Далее тут самая обычная коробка Коробку сразу же открываем дальше Здесь у нас располагается телефон, на телефоне чуть позже Далее у нас в комплекте гарантия от производителя Вы видите, что это оригинальная модель от компании LG совместно с компанией Google Google Nexus 5 вышел Инструкция, как открывать микросим, как вставлять, чем открывать и тому подобное Значит, что у нас есть в комплекте? Если честно, когда первый раз я увидел вот такую вот зарядку Я, если честно, даже пока не знаю, какой переходник должен быть И, ну, скорее всего, какой там пластмассовый фиксатор третий Ну, очень это интересно выглядит Вызывает смех, если честно Обычный USB кабель Все написано вот LG И скрепочка для того, в общем, чтобы открывать слот под симку Итак, это все комплектация Теперь переходим к нашей модели Какие мои были первые впечатления по поводу данного девайса? Во-первых, смартфон действительно очень круто выглядит Он имеет довольно-таки большой экран Но при этом довольно-таки маленький корпус Допустим, по сравнению с моим GU-G2 Сейчас покажу вам У меня 4 дюйма Смотрите, разница, ну, сантиметр по высоте И буквально там 4 миллиметра по ширине Толщина смартфона также впечатляет Очень компактная модель В общем, по дизайну мне смартфон очень понравился Очень такой темный хороший экран Стильно, солидно выглядит Корпус тоже тут без нареканий Здесь матовый софт-тач пластик Все кнопки довольно-таки удобны Кнопка включения-выключения Кнопка громкости, точнее качелька Сверху у нас второй динамик Второй микрофон, разъем под наушники Спереди у нас фронтальная камера Датчики освещения, датчики приближения Динамик Здесь сенсорных кнопок нет, они располагаются вот здесь вот под экраном Снизу у нас динамики и разъем под USB кабель Сзади основная камера на 13 мегапикселей Вспышка, Nexus логотип и тут логотипы LG и тому подобного Так, что произошло дальше Естественно смартфон внутри очень крутой Действительно экран очень классный Собрана эта модель, чтобы вы все понимали На процессоре Snapdragon 800 Со всеми соответствующими техническими характеристиками Здесь Full HD, здесь 8 камера, 2 гига оперативки Вот Snapdragon этот, Adreno 330 То есть реальная частота процессора в диапазоне 300, 2, 2, 6, 5 То есть процессор, ну просто очень серьезный Диагональ смартфона 4,95 IPS матрица Все мне начало нравиться Начал я так разбираться с этим смартфоном Начал его тестить И тут я понимаю, что во-первых Смартфон абсолютно не издает никаких звуков Абсолютно нигде То есть я могу зайти в профиле звука И попробовать там включить какую-то мелодию Попробовать включить какой-то рингтон Ничего у нас не звучит Далее я подумал там Может быть диктофон Когда мы хотим записать свой голос То возникает та же проблема То есть и еще вот так вот поверхностно То, что я успел просто посмотреть Это вот YouTube Сейчас у меня смартфон подключен к Wi-Fi YouTube Просто я хочу посмотреть какое-то видео И видео просто-напросто у меня не запускается Ну я думаю, что Это прошивка Что нужно поменять Хотя здесь стоит Android 4.4 Версия Android Здесь также доступно обновление системы Однако это обновление у меня установить не получилось То есть Такие ощущения у меня двоякие Я очень надеюсь, что Эти все моменты улучшатся и обновятся И эти все ошибки исчезнут С появлением новой прошивки Точнее после того, как мы прошьем ему другую прошивку Также когда вставлял наушники Ни музыка не звучит Ни значка наушников не появляется нигде То есть ну по прошивке что-то вообще непонятное Какая-то билиберда Досталась нам эта модель за сумасшедшие деньги Даже не буду озвучивать Ну блин, это очень дорого Просто купили для того, чтобы сделать вам Скажем так Ознакомительный обзор для вас На этом все Продолжу тогда, когда прошью Прошьемся мы И тогда уже я расскажу подробно Что и как, что тут в этом смартфоне Ну по дизайну мне однозначно очень нравится Опять же повторяюсь Минусом этих всех моделей является то Что они на одну сим-карту Была бы эта модель на две симки Я бы с легкостью, с уверенностью Забрал бы эту модель для себя На этом все Спасибо за внимание Ставьте лайки, кому понравилось Подписывайтесь на наш канал обязательно Всего доброго вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok